Мог ли представить себе 9-летний мальчик из Барановичского района Никита Ведерников, которого с детства интересовали больше всего не танки и пистолеты, а бабушкина швейная машинка, что он станет профессиональной моделью и дизайнером? А его коллекцию в 2020 году выделить среди множества других и высоко оценит серьезное жюри крупнейшего республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды». Так или нет, но определенно можно сказать, что мечта работать в сфере модной индустрии зародилась еще в детстве. Я с самого детства связан с декоративным прикладным искусством. Я занимался керамикой, полянием, вышивкой, лентой. Я занимался хендмейдом, реализацией через посредников, через магазины. Работал с галереями, выставочными пространствами в Минске. Потом настал период поступления, и я поступил на архитектора, проучился там три года. Потом для меня это стало просто компромисс творчества и какая-то техническая база для меня стала уже не самым вносимым. Когда на третьем курсе закончились такие предметы, как рисунок и композиция, закончилось и терпение Никиты. Он забирает документы и поступает в Брестский государственный колледж сферы обслуживания на специальность портной, швея, закройщик. Появляется цель освоить необходимую профессию. В это время юноша приходит на «Мельницу моды» в качестве модели, но уже на следующий сезон подает заявку, как дизайнер с коллекцией «Дываны» с «Куфору». Я занял третье место в номинации швейнской коллекции одежды. У меня была коллекция, посвященная «Дываны» с «Куфору». Это был какой-то метамодерн на воспоминание из детства. Плюс это был какой-то, даже в степени кич, на грани агрессивной искусицы с какими-то объемами, с интересными обработками. Сегодня молодой дизайнер не собирается останавливаться на достигнутом. Поэтому на первый тур конкурса «Мельница моды-2021» уже отправлены 9 эскизов новой коллекции под названием «40-22». Туре создание коллекции началось с того, что было необходимо подобрать источники вдохновения. В моем случае ключевым элементом являлся белорусский праздник «Схараки». И для того, чтобы досконально узнать об этом, я обратился к литературным источникам, к этнографии, к культурологии. И на базе ритуалов и традиций именно эстетического контекста праздника было сформировано основное идейное развитие коллекции. В основном у нас направленность конкурсов – это по парикмахерскому искусству и по технологии производства швейных изделий. Мы очень рады тому, что у нас работают не только очень высококвалифицированные педагоги, мастера своего дела, но все свое мастерство, знание, умение они передают учащимися. Мы имеем какой-то хороший положительный результат. И плюс того, что учащиеся сами тянутся к этому, стремятся и хотят тоже проявить какой-то свой талант. Что как бы не зря они получают ту профессию, которую пришли получить. Учащиеся колледжи в сфере обслуживания неоднократно покоряли своим талантом площадки различных фестивалей и конкурсов. А дизайнерские коллекции выпускников до сих пор являются его гордостью. Мы же не сомневаемся, что и 2021 год не станет исключением. И принесет с собой яркие эмоции и впечатления, а также новые заслуженные награды и достижения.